Валера, 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 настало твое время. Постой вот здесь. И почему ты в шортах? Прогноз погоды, сами же говорите, что сегодня ждать, что очень жарко. Плюс 29, да? А до конца июня так вообще плюс 26 и не ниже. Но это же не значит, что на работу нужно приходить вот так. Есть же определенный дресс-код какой-то, ну вот пиджак. Ты же нормально в галстук. Дед, я говорю, что работатели должны пойти на уступки. Это 100%. Я вообще хочу сказать, что Валера довольно экспрессивный, малый. Стоило бы ему только услышать о том, что в городе жара, он сразу раз и в шорты переобуз. Я вообще не понимаю, как мужчины в пиджаках или девушки в капронных колготках заработают. У нас по этому поводу как раз и гость Дарья Шатон, стилист, который нам и расскажет вообще, возможно ли каким-то образом разбавлять деловой гардероб, если на улице жара в 30 градусов. Здравствуйте. Привет. Привет. Доброе утро. Да, на самом деле вы уже сказали по поводу дресс-кодов. Дресс-коды в нашей жизни есть абсолютно разные, гласные и негласные. Но если они не прописаны, это не значит, что мы не должны их соблюдать. Потому что всегда нужно помнить об уместности. Если вы приходите в ресторан, и с вами ваша спутница с красными губами, с глубоким декольте в коротком платье, я думаю, это не очень будет уместно. Соответственно, и на работе есть различные дресс-коды. Где-то они прописаны, где-то они прописаны. Но тем не менее, в жару можно выглядеть стильно и красиво. А если работа располагает то, что, как знаете, сидят люди все в пиджаках, и нет кондиционеров, вот одно окно и форточка небольшая, и вот они, им просто действительно, как так сделать, чтобы пиджак можно снять, допустим, или как-то минимально так, или чтобы не видно было? Да, можно снять пиджак и показать коллективу отсутствие дезодорантов. Можно продемонстрировать. Но я тут не знаю, это действительно очень сложная такая история, как тут быть в этой ситуации, когда у тебя вот тут под расход, ты должен быть человеком в футляре, даже не в одном, а, наверное, а в двух. У тебя там деловые встречи. А рубашка, жилетка, пиджак. Да-да-да, костюм тройка, галстук, вот это вот все. Можно каким-то образом позволить себе это? Вот как Валера сегодня. Я думаю, нормально же, по крайней мере, я смогу пойти. Ты пока присядь, потому что никуда не нужно идти. Потому что, ну, различные, да, есть дресс-коды, я говорила, и смотря от того, от ситуации, насколько это позволительно, да, насколько это позволительно для вашей работы. То есть, если это банковский работник, соответственно, у него более жесткий, да, дресс-код, какие-то колготки нужны. Но, тем не менее, есть определенные фишечки. Все мы помним из урока физики, что лучше надевать светлые тона, потому что светлый, он все-таки отталкивает, да, солнечные лучи, а темный, наоборот, притягивает. Ну, поэтому лайфхак один, это, соответственно, светлые тона, вот как на базе. Усеклить, ребятишки! Понятно вам все. Удивительно, что ты замерз сегодня, когда выходил на область на прямое включение. Хорошо, это первый лайфхак. Следующий какой еще? Безусловно, не стоит забывать о тканях, да, и лучше отдать предпочтение натуральным тканям, нежели искусственным, то есть полиэстер, эластан, и лучше выбрать вискозу, хлопок, ну и, конечно же, короля всех подиумов, это лен в этом сезоне. Слушайте, а лен же мнется легко, да, если я не ошибаюсь? Да, безусловно. Он просто безумно сложен на этом плане. Смотрите, как Слава, прямо спина у него расправилась, он понял, что сегодня он точно угадал в тренде. Я в максимальном тренде. А ты, другая, я сейчас услышала фиолетовый вообще в тренде, да? Да, фиолетовый, это главный цвет этого года, 2018-го. Сами как в жару вот любите одеваться? В жару я стараюсь, на самом деле, многослойность, это, конечно, круто, здорово, но вот сегодня, обещаю, 30 градусов, я готовилась, и вот пришла к вам в многослой, да, и в белом. Ну, соответственно, еще хотела сказать, что можно выглядеть стильно, добавив некоторой небрежности, да, нашему образу. То есть, например, вот так вот закатать рукава, да, или там... У меня не закатываешь, у меня слишком жирные руки, не закатается. Надо ходить в зал, да, то чувство, когда... Тут тот самый момент, когда даже гости в студии говорят о том, что пора, пора ходить в зал, начать. Я уже начал, брат, что слово, я бегаю? Это очень здорово. А если... вернемся к теме, давайте поговорим немножечко не о... Не о моем брюшке. Да, да. А если вдруг работодатель не идет навстречу, может быть, есть какие-то аргументы, которые могут его, ну, так скажем, уломать на то, чтобы прийти на работу в шортах, я не знаю. Но если вот прямо, ну, кондиционер сломался, не знаю, плюс 35 на улице, а дресс-код, скажем, классический, может быть, можно как-то его уговорить на пятницу, вот, и я знаю, что... Есть ли методика уговаривания, я понимаю, методика уговаривания? Да, я хотела сказать по поводу этого, что в некоторых организациях есть пятница, да, ну, и вообще везде есть пятница, и, соответственно, в пятницу можно прийти более расслабленно и свободно, да. Ну, естественно, что это, помним об уместности, это все равно джинсы какие-то рваные, да, там, я не знаю, животик открытый, это все равно как-то, ну, по-другому будет смотреться немножко неуместно. Вот, но, соответственно, я думаю, любой работодатель, наверное, пойдет на такие уступки. Тут уже зависимости от личности. Что сказать и что показать директору, чтобы он смирился, все-таки смилостивился? Покажите себя, свое обаяние. Да, свой профессионализм. Я думаю, если сотрудник профессионален, то работодатель в любом случае пойдет ему навстречу, и, несмотря на то, что он в шортах, в рубашке, и с чем бы то ни было на лице, находится в студии. Ладно, это шутка. Сегодня у нас в студии Дарья Шатон, стилист. Спасибо вам большое, что зашли, рассказали нам некоторые лайки. Да, спасибо большое, да. Спасибо. А вот дальше, непосредственно от темы дресс-кода мы поговорим о том, какие цвета использовать этим летом в различного рода нарядах летних. И вообще, сочные какие-то яркие, ядовитые цвета в моде или вообще? Спасибо.